доброе утречко у нас сегодня а-ля новоселье вечером планируются гости как вечером часа через три наверное поэтому сейчас мы все готовим мы вчера немножечко ошиблись с рецептом пирога и он не совсем получился сейчас будем его исправлять попробуем сделать маленькие пирожники ну шоу к нам пришли гости на новоселье нам подарили сушилку сейчас хочу снять видео мой плейлист наверное вы его уже посмотрели если я его выпустила и его не заблокировали из авторских прав господи боже я все наконец-то убрала после посиделок застолья даже почистил плиту помыла всю посуду я молодец такие девочки умываемся вот на ночь ко сну готовимся сейчас хочу накрасить ногти у меня есть два новых лака два варианта ну что я в результате накрасила голубым потому что белым как оказалось накрасить от этой фирмы невозможно он полупрозрачный плохо ложится на голубой вроде неплохо но потом все равно я перекрашу на черный сейчас наверное объясню почему я плакала утром сегодня должен был приплыть мой хороший друг он плавает работает на барже если вы смотрели неделю со мной прошлые то вы скорее всего видели осенью мы с ним встречались ходили в кино когда он в очередной раз приплыл в питер и сегодня они приплыли но к сожалению остановились в порту и встретиться мы с ним сегодня не сможем и следующий раз неизвестно когда встретимся недели через три наверное я ему очень благодарна он мне очень помог мне поддержал помог расстаться с моим молодым человеком бывшим и я ему за это очень благодарна и хотелось бы конечно с ним сегодня увидеться но не судьба сейчас будем готовить сливочную колбаску если что рецепт будет в описании что случилось? да что ты говоришь? да обижают тебя ну что доброе утречко сегодня мы едем в леруа мерлен а зачем сами все увидите в торговых центрах как апокалипсис все закрыто вообще мы приехали за полочкой на кухне но походу такую полочку еще для нас не изобрели корзинки для мыши вот так вот сажаешь сюда мышь и идешь не гулять смотрите как мы воврем приехали это все очередь на вход наконец-то мы дома очень жарко у нас на улице нереально просто сейчас быстренько покажу что мы купили вообще ездили мы туда за полочкой на кухню но мы ее там не нашли и поэтому купили много еще чего очень интересного коврик в ванную у нас тут сегодня распаковка никогда такого не снимала никогда таким не занималась даже не знаю как он выглядит воняет дальше коробки прозрачные для обуви плинтуса в туалет извините корзинки тоже в туалет на полочке прихватки вот такие маленькие корзиночки на кухню куда что-нибудь губка для обуви губка для вас а также крепление для штор и еще какая-то штука для штор и не знаю зачем термо клеевая лента у меня ребеночек в кормушечке уснул прям дрыхнет в питере просто нереальная какая-то жара обычно в июне ну градусов 15 максимум и это кстати 1 июнь за 7 или за 8 лет когда я дома в питере обычно я была в лагере в анапе и здесь было 14 градусов а в этом июне я дома и здесь 30 мы сейчас идем получать посылку на день рождения дядь Вове футболки какие-то заказали по моему идем на петроградку пешком мы уже тут ходим наверно минут 20 вокруг одного дома никак не можем найти пункт выдачи уже даже пришли во внутрь дека чтобы вы понимали мы все ходим развлекаемся по дека имени линсовета я короче по ходу поставила себе синяк на пол руки завтра мне нужно одеть открытое платье потому что завтра я иду за аттестатом завтра мне будут вручать аттестат а я буду с огромным синяком на пол руки сейчас буду перекрашивать ногти в черный цвет мы сейчас идем выбирать цветочки классному руководителю и наверное директору директору мы выбрали вот такой вот букет классному руководителю посмотрим уже на месте на ваське когда приедем цветочки для классного руководителя решили взять пионы мне понравились ну привет привет девчонки ну конечно же чтобы вы нас никогда никогда не забыли мы вам дали на память спасибо большое наш один из б-класс спасибо это тоже от нас спасибо Лиза София проходи да ты можешь я я я Аттестата среднего общего образования получаются Горбуновой Сафия древне спасибо и что следующий депутат Продолжение следует... Вчера вечером начали смотреть сериал, основанный на реальных событиях. Он описывает события 2010 года, произошедшие в станице на Кубани. Я думаю, что вы слышали об этом, это было достаточно громкое дело. И, собственно говоря, по этим событиям сняли сериал. Всем советую, очень крутой, очень круто снят. Короче, меня очень бесит вот эта вот оранжевая труба. Я хочу её покрасить вот в такой же вот цвет, как вот эти стены. Смотрите, какая она жара. Шоколадка растаяла. Сиди. Красиво было. Сиденький мой, ты где был? Ты подождём гулял. Мышь. 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 Нет, не мыши, она всё. Ёжь. Сегодня мы начинаем готовиться к завтрашнему юбилею дяди Вовы. Нам нужно перевоплотиться в восточных красавиц. Так как в Питере сейчас просто нереальная какая-то жара, около 30 градусов каждый день примерно. И мы хотели забронировать на несколько дней, на следующей неделе турбазу, в которой мы уже были неоднократно. И там нам очень нравится, там есть озеро, можно пожарить шашлыки, лес, всё прекрасно. Но мы позвонили, сказали, что нету места. И как бы другой никакой мы тоже не нашли. Поэтому будем сидеть дома. Короче говоря, мы сегодня вообще ничем интересным не занимаемся. Отрепетировали с мамой поздравления завтрашнее для дяди Вовы. И, в принципе, всё. Завтра должно быть интересно. По крайней мере, я надеюсь. У меня там сушилочка моя, полотенчики сушатся. Время первый час. У нас тусовочка тут. Мы в кое-то веке собрались разводить мосты. Дождались и, походу, опоздали. Время час 55, а у нас уже рассвет. Жалко, конечно, что наш ближайший мост не разводят. Потому что было бы красиво напротив рассвета. Но его разводят очень редко. И нужно прям, ну, следить за расписанием. Я, родясь в Питере и проживя здесь 15 лет, сегодня развела мосты третий раз за свою жизнь. Ну что, доброе утречко. Я собралась. Сейчас я иду в магазин. Нужно купить кучу всего. И самое главное, не забыть торт. Сейчас будем украшать торт. Специально купили клубнички. Это рыба. Или как ты называешься? Тритон. Тритон. Happy birthday to you! Happy birthday to you! С юбилеем! Ура! Ура! Доброе утро. Время полдесятого ночи. Мы решили лечь поспать на пару часиков. Хотим сегодня сходить еще раз развести мосты. У нас дядя Вова никогда этого не делала раньше. Поэтому мы решили в 50 лет на юбилей вывести его в лес. Вот это шутеечки у меня с просонья, конечно. Пока я жду, когда родители проснутся. Буду сейчас играть в букашек. Изначально на эту игру я сама очень сильно подсела. Потом подсадила свою маму. Но я уже удалила эту игру. А мама продолжает в нее играть. У нее уже 1250 уровень. Так что помогу ей немножечко. И взяла с собой ягодок. Блин, я почти прошла. Мне не хватило одного хода. Я ненавижу, когда выпадает этот босс. Его просто нереально победить. Но мы с вами не изнаемся, товарищи. Никогда не издавайтесь. Я проходила, наверное, раз 8 этот уровень. В итоге я его прошла. Господи, просто посмотрите вот на это. Кошмар какой. Кстати, крысятинка у нас живет сегодня ровно 3 месяца. До мостов у нас еще есть часа 2. Поэтому сейчас я буду все убирать на кухне. Это свершилось. Я выгнала всех смотреть на мосты. Че это такое вообще? Мне не нравится. Вчера лучше было. Короче говоря, Троицкий нас не впечатлил. Мы хотим пройти пешком до Литейного, который разводили вчера. Встречаем рассвет на вторую ночь подряд. Мы участвуем не будем, а наоборот веселиться и ликует. Я сейчас мой народ. Руковое сопровождение. Ну что ж, еще одна неделя со мной подошла к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. А с вами была я, София. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok